Предстоящая зима в России вряд ли будет очень морозной. Практически во всех регионах погода будет в рамках климатических норм. Или теплее, чем обычно. Потоки у нас Атлантики. Там очень теплые и влажные воздушные массы. Поэтому у нас и температурный фон повышенный, и осадки идут в виде дождя и мокрого снега. Поэтому в ближайшие дни устойчивого снежного покрова ждать нам не стоит. На погоду в Рязанской области продолжают оказывать влияние теплые воздушные массы из Атлантики. На этой неделе температура воздуха будет выше климатической нормы в среднем на 6-8 градусов и соответствует скорее началу ноября. В последние годы есть тенденция, что в декабре у нас среднесуточная температура воздуха намного превышает норму. И то есть можно сказать, что вот сейчас декабрь соответствует началу ноября. То есть на месяц у нас запаздывает зима. Прогнозы на долгий срок штука не очень надежные. Они оправдываются в среднем на 67-69%. Об этом честно предупреждают синоптики. Тем не менее затяжных и экстремальных холодов в ближайший зимний месяц эксперты пока не обещают. 18 декабря дневная температура воздуха будет близка к рекордным значениям. Абсолютный максимум плюс 2,5 градуса и соответствует 2014 году. 20, 21 и 22 декабря в гребне антициклона ожидается преимущественно без осадков. 20 декабря температурный фон существенно не изменится. А вот в выходные дни температура немного понизится. Ночью до минус 7 и минус 2 градусов. Днем ожидается 0, минус 5. Если механизмы адаптации в организме работают исправно, то человек никак не реагирует на изменения погоды за окном. В противном случае приходится говорить о метеочувствительности. В среднем 30-35% людей метеочувствительные. Это, во-первых, те люди, у которых есть хронические заболевания, а во-вторых, те, у кого есть так называемая вегетососудистая дистония, которая часто является физическим выражением хронического стресса. Вот такие люди, у которых вегетососудистая дистония, часто реагируют на перемены погоды кратковременными нарушениями сна, колебаниями настроения, раздражительностью. Перемены погоды не всегда остаются незамеченными нашим организмом. Причиной такой взаимосвязи обычно называют наши нервные рецепторы, которые будто антенны улавливают изменения погоды. Достаточно выполнять некоторые простые рекомендации. По возможности гулять на свежем воздухе во время светового дня, хотя бы в выходные. В офисе садиться у более-менее освещенного окна. Высыпаться, регулярно питаться, не злоупотребляя рафинированными углеводами. Стараться радовать себя каждый день. Хмурую погоду не всегда можно исправить, а вот настроение можно. Находите различные поводы для радости. Пусть это будет мелочь, но дарящая положительные эмоции. Купите что-то приятное, возьмите билеты в кино или театр. Погуляйте, сходите в парк, встретитесь с друзьями. Алиса Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».